Уже многое поменялось в жизни, и я не воспринимала учебу на профессию, как самое важное. Хочется больше времени посвящать развитию. Кем, на кого вы учитесь? В соединении информатики и психологии. Это ваша специальность? Да. Вы по природе человек, который должен давать людям знания. У вас Юпитер – самая сильная планета. Вы не можете бросить это, вы должны закончить. Да, люди к крайскому счастью начинают стремиться, и нам хочется всё бросить. Это запрещено. Сейчас училась только для папы и для жениха. А теперь будете лечиться ещё и учиться, ещё и сами, потому что вам дали такое наставление. Потом вы будете благодарны мне за то, что я вам так сказал. Сейчас вы не знаете почему, а потом вы будете этим заниматься уже. Курсы вести разные, и вы тогда поймёте, зачем я вам это сказал. У вас будет диплом психолога. Какие ещё вопросы? Да. Душа переселяет из одного тела в другое. Совершенно не помнит, где была? Не факт. По мере развития Личности память начинает возрождаться. Я, например, начинаю догадываться, где я был, в каких телах. Дети маленькие, потому что карма на них не действует. На высших планетах живые существа помнят свои прошлые жизни. Мы не помним, потому что мы наказаны. Мы наказаны настолько сильно, что даже не знаем за что. Так мы сильно наказаны. Я допъясняю, что человеческая форма жизни – это начало разумного существования. В материальном мире 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Из них 400 тысяч разумных форм. Одна из них – человеческая форма жизни. И она самая начальная из всех разумных. Есть признаки того, что разум крепче, более разумные формы жизни означают. Память о прошлых жизнях раз. Знание о том, твёрдое знание с самого начала, что есть Бог. У нас этого знания недостаточно. У нас большие сомнения в поводу того, что есть Бог. В более разумных формах жизни в этом нет сомнений с самого начала. Дальше. В более разумных формах жизни знают, что нет смерти. Мы постоянно говорим, что умер папа, умер мама. У нас нет знания о том, что нет смерти. Нам кажется, что она есть. Там знают, что и нет смерти. В более разумных формах жизни видят тонкое тело человека. И видят, как тонкое тело выходит из грубого. И несколько раз в жизни удалось увидеть, как тонкое тело выходит из грубого. Я видел, как собирается тонкое тело в одно место, а потом выходит из тела и разворачивается снаружи. Все, что описано света, света получила подтверждение. Для меня видение – это не мираж тонкого тела. Я тестирую тонкое тело каждый день. И если я ошибаюсь, то человеку не помогает. Это мне нельзя ошибаться. Я должен сделать все правильно. Это означает, что я ему вполне конкретно вижу. И от тонкое тело выходит из грубого, а она идет или вверх, или вниз. Если вниз, то вверх, на высшей планете. Это можно увидеть даже через много месяцев после того, как душа вышла из тела. Один раз в медитации я четко увидел, что мой дедушка, который оставил тело, когда мне было 4 года всего. Меня очень любил, и поэтому он дождался, когда я приду из садика. И после этого оставил тело, возвращавшись со мной. Уже сейчас ему где-то 20 с лишним лет, и он живет в Китае. Он ничего про меня не знает, и знать даже и никак. Хотя с сердцами мы связаны. Родственники остаются связаны с сердцами. Когда я увидел его в Китае, я понял, что все это бесполезно. Все эти наши квартиры, машины, что это просто мираж. Мираж. Потому что жизнь эта очень короткая. Мне уже 50 лет, если еще 20 проживу, будет классно. Вот. То есть все очень короткая жизнь. И все. И ее уже нет. А дальше совсем другая жизнь. А те, кто идут к Богу, они не заканчивают этот путь. Духовное знание не тает в сердце человека. Никогда. Вот сколько в сердце у нас есть духовного знания, столько будет в следующей жизни. Это гарантия. Так зачем тогда тратить время на машины, квартиры? Ну надо, конечно, это все надо для того, чтобы жить. Но если вы думаете, что это больше надо, чем молиться с утра, тогда вы пожалеете об этом. А может быть, я пожалею, глядя на вас. А вы даже пожалеть не сможете, так как не поймете, что произошло. Я много видел, как вайшнавы уходят из жизни. Но ни разу не видел, чтобы они шли в ад. На высшей планете нет проблем. Некоторые остаются на земле, чтобы дальше служить Богу. Но в ад никто не идет. Если человек выбрал духовный путь, дорога в ад закрыта. Но не факт, что вы не попадете в ад, если вы не будете заниматься духовной практикой. Не факт. А ад — это страшное место. Там все преисполнено страданием. Это не то, что на земле. Сейчас эти все компьютерные игры, где все бегают и стреляют, это с адских планет идет информация. Все эти духи, которые летают полумертвые и полуживые — это все оттуда. Целая жизнь. Еще какие-то вопросы? Да? А чем вы занимаетесь? А чем вы занимаетесь? И вам надо продолжать заниматься там наукой. И постепенно в правильном ключе ее ставить. Маленькие шаги в этом направлении. Вы учите сначала, потом будете думать, что делать? А? Надо забыть. Да, женщины любят прыгать с одной веточкой. Мне нравится эту дату, сюда. Надо закончить, да. Это вам по природе тоже. Вам надо это делать, изучать все. Вы ученый по природе человек. У вас очень аналитический ум сильный. Вам Бог уже дал вашу специальность, правильность. С питанием тоже Венера у вас сильно. С Венеры должны деньги идти. А питание означает Венера. Ну, то есть все правильно. Надо прямо выучиться здесь. И дальше уже по моим лекциям развивать это питание уже. Можете прямо... У меня есть специальные курсы. На фестивале благости я прямо преподаю вот эти вот по правильному питанию. Питание в благости у меня есть лекции, курсы. На фестивале благости есть вот эта информация. Вам надо достать ее в секретной лекции. И изучать. Там более такой профессиональный подход к изучению. Там по каждой продукте разбирается и так далее. Изучайте их. Можете к нам приехать на курсы. Потом мы вам научим индивидуально диету подбирать. Каждому человеку. Угу. 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 В Мисле, в Мисле, в Мисле, здесь, причем, на вашем церкви, здесь встретилась. И в нем полгода года, я открыла себе, где начало рисовать. Не знаю, если... Можно рисовать, понимаете, это ваше? Да. Будете заниматься, в году через два-три. И у вас Юпитер очень сильно увеличится в гороскопе, сила его возрастет, и вы будете начинать преподавать. У нас появятся возможности преподавать. Мне это очень нравится. Это ваше предназначение. Занимаемся с этим. Можно задать вопрос? Можно задать вопрос? Можно задать вопрос? Я решила тоже про рисование. Я уже 14 лет. Я получила 12 диплом. В России я работала в МОДе. То есть... Да, в МОДе вам больше подходит. Ну вот, 6 лет назад, от тоски, от Баганзы, я начала учиться в художественной академии. И у меня очень хорошо все получается. И год назад я начала изучать химическое знание. И буквально 2-3 месяца назад, у меня вошелся круг, и меня попросили обреставрировать божества. Но я очень даже... Знаете, я вам так скажу такую вещь. У меня много художников есть, которые рисуют Раху, Кришну, вот эти вот все игры Господа. У них заказы у всех на 2-3 года. Они продают эти картины. И спрос такой огромный, что они не успевают рисовать. Даже с коммерческой точкой зрения надо этим заняться. И то, что вы получите милость Бога от этого дня, это очень, очень востребовано. А мне это подходит? Да. У вас Венера сильная, очень. И Луна. Ну, то есть у вас есть все данные. И вы сможете деньги зарабатывать и жить на то, что вы будете рисовать. А бухгалтерия вам не подходит. Она вас вызывает усталость, депрессию, напряжение. Да, да, да. У меня как раз депрессии доктор выбрали. Правила? Потому что я была очень счастлива. Давайте не личной консультацией, а то, что всем будет полезно. Пожалуйста. У меня к вам смиренная просьба. Потому что вы сейчас просто используете время уже с личной выгодой. А надо на благо всех его использовать. А скажите, карма в кредит дается? Милость в кредит дается. Милость. Ну, если не заслужено. А? Если, например, очень хорошо и не заслужено. Не, значит, заслужено. Бывают хорошие периоды в жизни у человека, бывают плохие. Вот приезжает один из моих наставников, Александр Хакимов. 18-20 июля. Я вам историю рассказывал, что мы пришли с женой, и он улыбался, да? Это он. У нас очень большая душа с ним. 27-го в Кёйн приезжает. 27-го в Кёйн, 28-го, 20-го. Валтер Сдорф. Наука к взаимоотношениям семинара. Есть вот вся информация на столике там. Это удивительная личность. Я очень сильно отдыхаю по сравнению с ним. В плане лекций все остальное. Прежде всего, пожалуйста, как бы это влияние советского киевского, на мой взгляд, достаточно такое добродушное... Добродушное, хорошее. То есть, если доступны эти фильмы сейчас, как сказать, реанимированы? Есть более актуальные фильмы. Сейчас очень много делают нравственных фильмов, особенно в рамках каких-то религиозных традиций. Я просто, ну, десятки знаю фильмов, которые связаны с какими-то духовными традициями, и они очень профессионально, качественно, нравственно сделаны и с глубоким смыслом. Ищите лучшее религиозное кино. Профессиональное религиозное кино и распространяйте. Советские фильмы, они хороши, но там нет веры. Там нет веры, и это плохо. Можно посмотреть, конечно, «Белое солнце пустыней». Поулыбаться, посмеяться, поплакать. Очень... Идра такая искренняя. Ваши благородные госпожа. Петрушенька. Для кого? Для кого? Петрушенька! Да. Классно. Ну, сейчас можно время тратить по-другому. Можно более глубокие вещи смотреть, слушать. Да? А вот если такой вопрос, обратная ситуация, когда, например, человеку нравится, чем он занимается, то, в принципе, это интересно. Все, продолжайте заниматься. Но, если такая проблема, сложно себя остановить, и понимаешь, что уже поздно вечер или выходной... Женщине всегда трудно себя остановить. Вы замужем, нет? Да, у меня тоже такая же проблема. Надо... Надо сказать, чтобы муж вас останавливал. Ну... Меня жена останавливает. Я боюсь, что в данной ситуации он мне... Родственники должны останавливаться. Мне жена, если я засисываюсь до вечера, что-то делаю, я... Есть ограничитель по времени. Она подходит ко мне, обнимает меня, говорит, все, спать. И у нас такая договоренность, что я сразу подчиняюсь. Тут же закрываю компьютер и иду спать. Надо, чтобы кто-то останавливал. Человек трудно со мной успят остановить. Получается, что как бы он в такой ситуации и... Можно тогда друг друга... Не, ну вы друг друга останавливаете. Вы его останавливаете. Вы же не себя останавливаете его. Пускай он ложится спать. А вы продолжаете работать. А он вас останавливает. И все, вы вместе ложитесь спать. Хорошо? Если не останавливать, страшные вещи происходят. У меня разок лекция по воспитанию детей в Омске длилась 4 часа. Было запланировано 3 часа. Лекция длилась 4 часа. И администратор ко мне подошел, который производил лекцию, говорит, вы знаете, пора заканчивать. Я говорю, ну еще немного. Я говорю, ну можно еще немного, но тогда будет уже 5 часов. А люди вот сидели как на одном дыхании все 4 часа. Никто не устал. Но вот было уже поздно. Пора было заканчивать. Да? Как действовать, когда теряется смысл жизни и чувствуешь, что вы предназначили? Смысл жизни теряется у человека по судьбе. То, что вы сейчас сказали, это так влияет планеты. Приходит время, человек чувствует депрессию. Особенно в Европе это выражено, потому что, смотрите, чем более зажатая жизнь, зажатая полной страсти, тем больше депрессии. Видите, вы говорите одно и то же. Я по своей природе работала в России, приехала здесь, не могу сюда уже устроиться. Потому что здесь, как бы, человеку тяжелее устроиться по своей природе. Очень зажатая жизнь. Дай Бог, чтоб вообще работу найти какую-то, не то что там, по своей природе. Нашел, слава Богу, любую работу, неважно какую-то. И поэтому, так как влияние страсти в Европе усиливается, в России усиливается влияние невежества. Там не сложно устроиться по своей специальности, там сложно жить без пьянства. Ну, то есть, спиваются люди. В Европе не спиваются, но впадают в тиски судьбы. Работа очень жесткая, график жизни очень жесткий. Так или нет? Некоторые вообще без работы просто болтаются, на посуде живут. Тоже ничего хорошего. Ну, то есть, или человек впрягается на полную капушку, или он просто слоняется. Среднего не дано. Ну, да. Можно я на этом беру скажу? Ну, давай. У меня в Европе уже 20 лет, из них 19 я работаю на выживание. Вот из 19 лет, я сейчас работаю, из 19 лет без духовной жизни нельзя. Я бы не прав. Правильно, все правильно. Когда я приехал сюда, ну, в Россию там все, и все. Ну, было так, когда она уехала, мы давай обратно уезжаем. Я говорю, не. Мы обратно без того, не поедем. Я устроился на работе, и вот в 19 лет, а вот как ее оставить? Да не надо оставлять ничего, надо просто продолжать заниматься практикой. Да, я, и вот, я всем сказал, что рано вставать, это никакого значения не имеет. Но, я, например, когда работаю, я стою в полщине, а работаю в лесу. Сейчас я стою, сижу, в поисковке, там, в этом молитву, считаю все, вот. Сижу, только я туда, сейчас мы поживем. Понимаете, если человек рано лег, и рано встал... Посмотрите, мой опыт. В 10 ложишься, в 5 встаешь, допустим, в 7 часов, да? Не выспался. В 9 ложишься, и в 4 встаешь, выспался не знаю как. И в 9 ложишься, в полдевятого можно уже в 3 вставать. В полдевятого ложишься, уже в 3 можно вставать. Смело. И просто уже не знаешь, что делать там на постели до 3 часов. То есть с 9 до 3 основной сон идет, а если в 11 лег, то уже до 8 не выспался. Понимаете, да? Как сильно растягивается время, если не вовремя спать ложится. Это очень важно. То, что сейчас сказано было, это очень важно. Поэтому старайтесь раньше вставать. Усилием боли заставляет себя раньше ложиться спать, раньше вставать. И утреннее время, тем более, оно самое главное в жизни. Все самое ценное человек постигает с утра. Да? Вы понимаете, проблема заключается в том, что люди в страсти, они думают, что без родственников не прошло. Жизнь, люди в страсти очень сильно привязаны к родственникам. Люди в благости привязаны к духовной семье. Родственники тоже имеют значение, если они сами духовно развиваются. И также имеют значение, если они духовно не развиваются. Но не надо на них ставить ставки своей жизни. Мать может быть в невежестве. И она, ее надо уважать. Желать ей счастья. Но благословение у меня попросите. Я вам дарю. Чему обязательно матери надо попросить? Я вас всех благословляю каждый день по два раза. В конце концерта. Вам мало все? Да, ваш вопрос. Сзади. Как женщине совершать аскезу? Когда мужчина укрепляет волю, он укрепляет разум и становится сильной личностью. Но женщина так не должна поступать. Женщина должна действовать, работать над своим характером. Она должна учиться смирению перед мужем. Она учиться, должна быть сострадательной к тем, кто нуждается в помощи. Должна стараться помогать к тем, кто нуждается. Через это она очень быстро получает благословение. Вот одна девушка нам здесь готовила, готовила с молитвами очень качественную пищу. И у меня в сердце просто постоянно к ней было благословение. Просто постоянно я чувствую, и сейчас хочется ей все свои благословения. Когда женщина занимается своим делом, она совершает аскезы по-женски, она получает все благословения. Женские аскезы очень редки и очень трудны и очень востребованы. Люди часто делают то, что им не свойственно по природе. Мужчине, например, легче в семье быть смиренным, кротким, ходить таким, добрым. А он должен быть ответственным, понимаете? Ответственным будет мужчине гораздо тяжелее, чем добрым, скромным и покладистым. А женщине легче быть ответственной и пойти работать, чем стать смиренной и подчинить себя мужу. Но надо делать то, что надо делать, понимаете? А не то, что легче. Есть женские аскезы, есть мужские. Мужская аскеза – это взять ответственность. Мужчина должен быть к жене очень ласковым, внимательным. Но он должен быть также крепким, твердым в характере, чтобы, ну, женщине спокойнее, когда рядом очень твердый муж, который сказал, как и будет, значит. Она успокаивается сразу. Когда нет определенности, женщина летается. Ей тут одно хочется, тут другое. Сказал одно что-то, и она успокоилась. Пахмыкала и успокоилась. И все, ей легче жить сразу. Женщина должна быть поклавистой, доброй, нежной. Она должна заботиться обо всех. Ее аскеза – это готовить с любовью, стирать. Это женский аскеза. Но аскеза означает добровольное лишение себя комфорта. Если женщина просто через «не хочу» готовит, стирает, убирает, подчиняется мужу, это не аскеза. Это то, что разрушает ее жизнь. Если вы хотите стать настоящей женщиной, нужно это делать с радостью. А чтобы с радостью делать, надо сначала помолиться, попросить милости у Бога, а потом уже делать свои женские аскезы. Тогда на это будут силы. А как выполнять это без балдежа? Что если вы не в трудности через него, а наоборот так балдеешь, что в готовке от всего этого окажется? Ну, это же я должна служить, а я сама от этого балдею. Балдеете дальше. Кто с молитвой? Если Бог одарил любовью к женскому труду, если вы попрёте смиренная, заботливая и радуетесь этому, значит, вы находитесь в благости. Женщина должна так жить. Она должна счастливо готовить, убирать, стирать, подчиняться мужу. Должна испытывать от этого счастье. И когда муж строго говорит, она должна счастливо сделать спередный вид. Я знаю, что все. Деградация, гуна страсти сильна. Когда гуна страсти сильна, то женщина становится как мужчина, и мужчина как женщина. Это результат деградации. А вот если вся страна так, и вот прям, и континент, и говорит, ну, и деградации. Когда люди находятся в невежестве, то женщины находятся в депрессии, а мужчины сбиваются. Это Россия. А когда люди находятся в страсти, то женщины становятся как мужчины, а мужчины как женщины. Это страсть. А если вы поедете в Индию, там благость. И там женщина как женщина, и мужчина как мужчина. Восток больше сохраняется так, как надо. Там больше сохраняется культура, традиции. А вот что делать с остальной землей? То есть, мне интересно, куда все все катится? Стереть в порошок всю землю. Вопрос. Это же везде так уже сейчас. Нормально все. Каждый человек имеет свою карму, свою судьбу, и каждый получает то место для жизни, которое ему подходит. Мне подошла вот Россия. Я там живу. Смесь благости и невежества. У вас смесь страсти и благости. У меня? Ну, вообще здесь, в Европе. Много благостных людей, много страстных людей. Люди скованной работой. Здесь, конечно, невежественные люди. Но пьянства меньше, согласитесь. Меньше таких. Сейчас нараст. А? Сейчас нараст. Ну, значит, не хватает духовности. Там, где не хватает духовности, мало Бога. Там будет много невежества, значит. То есть, если вы будете следовать законно? Вы не будете жить в Европе тогда. Вы будете жить в благости. А жизнь в благости, она одинаковая. Что в Европе, что в России, что в Индии. Разницы нет. Понимаете? Потому что, когда люди живут в благости, они общаются в благостном кругу. Потом находят благостную работу в этом благостном кругу. Со временем. И они вообще выходят из-под дверни страсти. Они живут в своем кругу. Счастливо, понимаете? Вот, допустим, в моем кругу непонятно, как можно изменять своей жене. Вот где вот общение я имею, там никто не изменяет. Там нет такого, что кто-то гульнул от своей жены. Это исключено. У нас это исключено. Или кто-то выпил там пьяного никогда, никого не увидишь. Мясо у нас тоже никто не ест. Допустим, я прихожу в гости к своим друзьям. Мне не надо думать, что они приготовили. С мясом были, не с мясом. Казак пришел в гости к своим друзьям. И мне дали зимний салат. Я смотрю, колбаса. Я говорю, что, колбаса? Они говорят, ну да. Колбаска. Я говорю, ну мы же не едим колбасу. Они говорят, а мы едим раз. Вкусно говорят, как докторская на каши. Оказалось, начали производить из пшеницы колбасу. Из чистой пшеницы колбасу. Потом сосиски начали производить. И у меня дядя приезжает. Он делит скорее не там в гости. И я ему колбаски на стол, сосиски. И он колбаску взял, бутерброд ест. Говорит, Олег, а ты же что, мясо что ли наше есть? Я говорю, я не ем, но тут ради дяди родного. Он говорит, вот спасибо тебе. Колбаска вкусная. Да что за сожжет? Ну я ему объяснил, что это из пшеницы сделано. Он тогда начал ругаться. Говорит, нас дурят, там хуже колбаса. Там ни пори мяса нет, если здесь нет. Он потом поел еще немного. Говорит, не верю. Взял сосиску, короче. Она такая в салфане завернутая. И пошел ее варить. Ну пошел проверить, сосиска это или нет. Смотрит, она разбухает. И это, пошли кузыльки жира. И он приходит, говорит, да ты меня надурил. Это настоящая сосиска. Если бы это из пшеницы, там жепы не выделялся, а в настоящей выделяется. Я не мог ответить на этот вопрос. Я просто знаю, что это из пшеницы. Поел, оно от мяса нормальная. Сам не сотражаешь, что даешь. А потом я к ребятам, которые готовят, изготавливают эти сосиски, пришел. И они мне говорят, а мы знаем этот прикол, что должна жир выделяться. И поэтому мы кокосовым маслом сосиски как бы пропили. Изнутри все уже знают, там, где надо делать. Поэтому как бы все нормально. Вегетарианцы не страдают. То есть пищи хватает всякое. И мясо есть свое вегетарианское. Яйца сейчас изобрели уже вегетарианство. У нас ребят такие умельцы, они делают рыбный суп. Ну, вот рыбный суп прямо, но без рыбы. Фан, есть фирма Корм, они выпускают и курицу, и все вегетарианство. Да? Прям курицу выпускают? Да вкус курицы. И колбасу даже как в солярке тоже делают. Все вегетарианство. Ну, вот видите, так что все нормально. Можно детей кормить мясом спокойно. Если у вас тоже есть это в Европе, надо просто покупать. Я вам могу привести пример. У меня друзья, они готовили освещенную пищу несколько лет в одном институте. Сделали кафе в институте прямо. И кормили студентов освещенной пищей. И никто из них не догадался, что это чисто вегетарианская пища. Там были сосиски, колбаса, ну все как положено, котлеты. Никто даже близко не подумал, что это все без мяса. Это было чисто освещенной пищей в грязку. Кофе замените или шоколаду замените. Там все, короче. Все очень вкусно. Всем все нравилось. Отбоя не было. Посетители. Все переполненное. Кафе всегда любит. Мясо, это же, понимаете, в чем прикол. Душа, когда оставляет тело животного, она еще в том-то теле видит свое тело. И она видит, когда его разделывают, когда его едят. Она проклинает все это. То есть она находится в состоянии очень сильного. Но не нравится это все. Идут проклятия. И потом этим проклятием все это мясо заполнено. И человек ест, а теперь проклятие одни. Фактически проклятым живет. В этом вся проблема, понимаете. А не в чем-то другом. А если это просто искусственно, так в чем проблема? Я не вижу проблем. Там вся проблема, что для того, чтобы вы собираетесь в том мясе, берут клип на настоящее. Нет, нет, это на основе ДНК. Я читал, наверное. В общем, надо разобраться. Изучить, что это такое. А потом уже делать буду. Я не могу сейчас ничего сказать. Еще какие вопросы? Вы уже поехали, да? Да? Счастливо вам добраться, спасибо вам, что вы там приедете. Рад вас видеть, кто здесь. Скромные очень европкие люди, они так застеснялись. Здесь очень много культуры хорошей. Не надо ругать европу. Здесь много культуры, люди очень скромные, часто застенчивые, здороваются, уважают друг друга. Это очень хорошо, разве это плохо? Культура – это признак интеллекта, развитости человека. Есть свои трудности, своя тяжелая карма, как и везде, но в Европе есть свои плюсы также жизни. Мне нравится, что я считаю, где это все. Люди очень вдумчивые. Если люди первый раз приехали, они не принимают сразу то, что я говорю, они слушают, кто-то очень вдумчиво смотрит на меня. А потом потихоньку принимают. Кто из вас первый раз, мои дельцы, слушает? И вообще первый раз. Как? Вы сразу приняли все это? Да, у меня появилось приобщение. Я вас не видела, но я заочно знаю вас, потому что моя дочь приезжала сюда с своим, ну хоть в будущем мужем. Они прожили 6 лет. В прошлый раз их было бы засловить, и они обвенчались. Всегда с твоими днями обвенчались. И вам это понравилось, да? Я просто... Жить все время, вот так смотреть на как у них отношения были, они стали меньше ругаться, они стали... Жизнь изменилась. И вы по этому приедете? Нет, и даже никто не делал. Я не верила, что я... Как сказать, по этому пути могу пойти. Я ела мясо. Что, вы уже все не едите, что ли? Уже за 3 дня решили? Нет. Это пришел сомор. Дочь мне руку в голосе говорила. Мама, это просто... Просто, просто как-то... Она хорошо моей лекции слушает. И них, в вашем общении наше. Она все правильно делает. И они подарили мне вот это вот... Вот эту поездку. То есть они подарили... Вы в прошлой жизни получили благословение, что ваши дети приведут вас к Богу. Я это почувствую. Сейчас бы это реализовалось, как благословение. Вы занимались сами духовной практикой, но какие-то оскорбления святых людей совершили и ушли с этого пути. Ну, а получили благословение, что дети вас вернули. И сейчас вот это благословение с тобой. В душе, можно сказать, в душе что-то перемернулось, светлее стало. Это необъяснимо. Просто вот чувство... Такое... Такое... Просто большое... Да. Еще какие вопросы? Предложение, бесказанное. Да? Я был в Индии, в одном святом месте. Ко мне подошел один духовный учитель, который я очень сильно люблю. Он посмотрел на меня, сказал, что ты должен начать читать лекции на других языках мира. В России уже достаточно, там уже нормально все. Теперь надо на других языках. И это было с утра во время молитвы, я так удивился, говорю, но я не знаю никаких других, я не смогу их выучить. Он посмотрел на меня и говорит, тебе достаточно просто желать это делать. Господь сам за тебя все сделать. Не волнуйся. И пошел. Но наставление он дал очень твердое. Несколько раз его повторил, хоть и отказывался. И дальше что? А дальше вот так начало действовать благословение. То есть, это было весной вот этой вот. А сейчас я приехал в Литву и нашлась девушка, которая великолепнейшим образом синхронно читала лекции на литовском языке. Я читал на русском, а она переводила на литовский прямо вместе со мной синхрон. И люди слушали в наушниках, сейчас есть такие системы, что можно переводить синхронно лекции. Люди слушают наушники, сидят на лекции, на меня смотрят, сидят в наушниках просто и слушают лекции. А она мои лекции слушала, эта девушка, и она все песни знает, она и песни тоже. Я там вся, у меня же всякие высказывания, у меня же русский язык такой приближенный к народному. Я там открыл варежку, ей говорю, перевели, я открыл варежку, она говорит, да. У меня к вам ко всем просьба, ищите людей, которые могут синхронно переводить лекции на родной язык. Синхронный перевод, он очень живой. Человек, когда параллельно переводит, это очень живо получается, хорошо. И можно потом соединить, две лекции получится с переводом. Как можно и обе аудитории будут слушать, и высказываете. Да, и если вы найдете таких людей, то мы будем приезжать в вашу страну. Например, если вы гарантируете, что будет очень профессиональный синхронный перевод, мы будем реально думать, что приехать в ту страну, где нам предложат такое. И если у вас также будет хороший венчин, возможность привлечь аудиторию, а не только русскоязычную, но также другой страны, то мы будем приезжать. Сейчас вот такая возможность появилась в Лондоне, и мы серьезно рассматриваем вот эту идею приехать в Лондон. И там будет мне переводить мой друг, он профессиональный, ну как бы он синхронно может переводить мои лекции на близкий язык. Не очень хороший нам близкий язык. А когда, если не секретно, планируете? Пока мы думаем. Мне не просто спланировать поездку туда. Рассылка будет, наверное? Рассылка обязательно будет за несколько месяцев. Мы планировали в сентябре этого года, но уже ничего не получится. А если такой человек найдется, то как вам сообщить? Это несложно. У нас на сайте есть всякие телефоны. Можно позвонить, сказать. Вот здесь сидит девушка. Она скромная. Вставайте, вставайте. Она у нас один из самых главных модераторов контактов группы. Она фактически всех знает. Вот вы с ней познакомьтесь, и вы сможете любую информацию до нас донести. И она имеет очень могущественную личность. Сколько у вас там человек контактов? 200 тысяч контактов. Замуж можно выйти в контакт. Легко. Поэтому подружитесь с ней. Очень ценный человек. Держите, пожалуйста. Спасибо. Что значит синхронно? Синхронно это значит, что я говорю, и человек говорит одновременно. Но он немножко в другом месте где-то сидит, допустим, сзади зала. И все остальные наушники, как его слушают, которые пришли на родном языке слушать. Вы не останавливаете? Я не останавливаюсь. Я постоянно говорю, и он говорит. Но я стараюсь говорить чуть помедленнее. Да, да. Спасибо. Еще какие вопросы? Да? Надо перечислить деньги им сначала, а потом сказать, возьмите и получите деньги на паспорт. И все, я не пойду получать. У меня тоже родители не хотят принимать денег. Но когда мать приезжает в гости, я ей всегда даю денег. И она не может отказаться. Мама у меня бьет, а папа прямо давайте... Ну маме давайте. Мапа даже не узнает, что от вас. Женщины более практичные. У них нет проблем. Женщины легче. Женщины деньги принимают и отдают. Подарки принимают и отдают. Заботятся обо всех. И принимают заботу. Женщинам это проще возникает. А как-то вот родители прям сосуд, как и не хватит, и дай еще, ну и две работы, и где вы, жена, две работы. Вы с ними живете? Про подружку рассказывали. Подружка моя. Вот у меня такая ситуация, что... Она с ними живет? Нет, она живет в Германии, в России, и они дают очень много. Ну значит, не надо давать очень много. Она не обязана, женщина не обязана кормить своих родителей. По судьбе она должна выйти замуж, рожать детей. Женщина не обязана кормить кого-то либо вообще, кроме своего ребенка. А ей уже 33, и нет мужа. А из-за того, что много работает. Вот это как раз тот случай, когда родители дают выйти замуж. Надо остановиться с работы, начать слушать лекции. Женщин по-женски себя менять. По мере развития духовности будет меняться понимание себя. Когда понимание себя увеличится, женщина начнет по-другому жить. У нас вот все женщины, которые приезжают, они сначала сильно привязаны к работе. У меня, которые живут. Они когда замуж выходят у нас за наших парней, все, каждый из них бросает работать сразу. Тут же бросают работу. Но до этого все работают. Женщина, когда попадает в благостную среду, она уже... Ей неинтересно работать. Ей хочется чем-то более важным заниматься. У женщин много важной деятельности, помимо работы. Вот, допустим, надо заботиться друг о друге, надо выражать детей и воспитывать. Ну, очень много дел у женщины, помимо работы, если она по-женски себя любит. Много дел в жизни у женщин. Женщина должна создавать теплоту в этом мире, атмосферу счастья, любви. Заботиться о родственниках, о друзьях, о близких. Вот, допустим, женщины должны организовывать, чтобы подружки находили себе мужей. Это женская работа тоже. Мужики же не будут бегать там, спрашивать. Замужем, женат, бегут. Да, женщины все узнают, там соединяют людей. Это тоже работа же. Вот найти девушке, мужа, это работа, надо трудиться. А? Очень тяжелая. Тяжелая работа, надо искать, изучать все, спрашивать, знакомить. Это женский труд. И в обществе, раньше, в древнем обществе, так, женщины настолько сильно этим занимались, что там не было в обществе, не было проблем с тем, чтобы вылечить человека, чтобы женить, замуж выйти, чтобы человек не остался одиноким. Вот, допустим, человек один остался, никого нет. Сразу женщина организует ему или работу, или помощь, и так далее. Это все женская деятельность. Она, социум, должен быть наполнен женщинами. Они должны постоянно заботиться обо всех. Это их природа заботится. Женщины организуют, чтобы дети правильное обучение получали, воспитание. Это все женщины делают. И тогда в обществе детей больше рождается, потому что у женщины есть возможность. Потому что воспитатель, ребенка, это коллективный труд. Одна женщина не может вырастить ребенка, нужна помощь. Нужно, чтобы несколько женщин одновременно это делали. Вот у нас сейчас так происходит. Женщины помогают друг другу выращивать детей. Скажите, пожалуйста, как правильно поступить с дочкой, если она время от времени сегодня меня зовет обратно домой, я работаю в Англии, и говорит, чтобы я прослала работу, и она будет обеспечена, с меня есть согласно. А где она живет? Она живет самостоятельно, с меня есть в Англии, а я в Англии не согласна, и не хочу ее отбежать. Сколько вам лет? Мне 57. Через 4 года вам придется приехать назад и жить в нее. Через 4 года вы не сможете сами работать. У вас будет сильная усталость, и ваша возможность работать самостоятельно закончится. Вот она наступит такая сильная, что вы вспомните мои слова, и не сможете уже работать. Может, мы не ждать, что мы можем? Можно и не ждать. 60 лет означает, надо молиться целый день. 60 лет означает, надо молиться целый день уже, а не думать о работе. Это то, что я хочу делать, но я боюсь принять такое решение, вдруг что-то умеет. Она замужем, нет? Нет, она живет вместе. Ну, значит, замужем. Ну, 3 года. А где вы будете жить? Она мне предлагает варианты, или в Венеус в ней уехать, как-то там устроить, или в Латвию у нас есть квартира, она ее... Нет, в Латвию не надо. Если вы едете, то вы должны быть под опекой, под защитой и родственников. Одной туда уезжать в Ватвию – это резюме. Нет, там нельзя в одной Ватвию, что ли. Неправильно. Только с родственниками. Пока поработайте сами. Чуть подкопите денег. И получается... Она мне дает, но я не хочу. Ну, подумайте сейчас. С какого возраста она работает? Ну, я не знаю, с какого возраста. Думайте сами. Нет. Женщина дома сидит для какого возраста? Десять лет назад, он работает, себе можно не торопиться. Сколько лет ребенка? Четыре. Куда вы его денете дальше? Садики есть, да? Садики. Со скольки лет? Да, с 7 месяцев. Ну, с 5 лет можно отдать уже. До 5 лет лучше, чтобы дома было. 5 лет такой переходный в возрасте уже. Человек становится более социальным. Веды говорят, что до 2 недели ребенка даже нельзя показывать никому вообще. Должен быть только мать и отца. Потому что аспирио лиц. А до года его не надо показывать слишком вообще куда-то одну. Родственники только в основном с ним должны общаться. А до 5 лет лучше никуда не отдавать точно. Даже в древней литической культуре детей отдавали в школу духовную с 5 лет и раньше. 5 лет до 2-ти лет это очень удобно человек вести. Олег Иванович, а муж эта женщина, по крайней мере, на самом начале, пропустил эту больню, что он и наставник? Если муж наставник, это благословение этой женщины. Если женщина вообще воспринимает как мужа, как наставника, это очень разумная женщина. Признак сильного разума у женщины. А если муж еще и наставник, то есть он обладает качественным наставником, то это значит, что это очень хорошая карма в наше время. Чаще всего мужчины не обладают духовной силой в наше время. Но если мужчина духовно слабый, ему не надо воспринимать как наставника. Если духовно сильный человек, то можно ему подчиняться. Но в наше время даже бывает так, что человек духовно сильный, а жена и женщина все равно не подчиняются. И воспринимает как наставник. Это значит, что это плохая. Смейная карма тяжелая. Если бы он был метод религиозного знания, он помнил, но живет правильно, то есть на самом деле поступает, но вот именно религиозного знания нет. Значит, надо ему подчиняться во всех вопросах, кроме религиозного знания. Потому что Бог выше мужа. Если женщина подчиняется мужу во всем и не идет духовным путем, то она разрушает свою судьбу. Бог — это муж для всех. Бог выше, чем муж. Бог самый близкий для нас. Он выше, чем муж, чем жена, чем отец, чем мать. А духовный учитель выше, чем отец. Когда человек получает ведок, считается, что когда человек получает посвящение, это означает, что он второе рождение получает. И у него этот отец духовный, он выше родного отца. Родной отец может дать тебе нравственность, образование. Духовный отец может привести тебя прямо к Богу. Может сжечь всю твою карму, и ты отправишься в духовный мир. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...